Перед просмотром данного видео уберите всех детей от экрана, бозапака бич! И что же у нас это за игрок такой интересный? Это левый защитник из Бенфики, Елисей. Окей, Елисей, ты вроде конечно скоростной товарищ, но у нас АПЛ, и поэтому ты нам вроде как не пригодишься. Гонсалес центральный форвард, буюк турецкий какой-то форвард. Так, ну ладно, я думаю нам это все не пригодится, поэтому давайте все отправляем в список продаж. Что ж, еще одна попытка, и Тим Ховард должен нам принести что-то хорошее, например, крутого какого-нибудь игрока, вроде Месси или... Э, кто у нас там еще хорош, мы его продадим и купим еще кучу других наборов. Да, да, какой-то ужас просто. Лацо, да, вроде клуб Сиани, ЦЗ, ну он нам тоже, к сожалению, не пригодится. Что у нас все Бенфика да Бенфика. ЦПшник, форвард, Фернандес, ЦПшник, даже из АПЛ-очки никого, ребят, нету, поэтому я не знаю, что нам с этим делать. Художник, ну давайте отправим это все в клуб и используем, используем все эти вещи. Итак, ребят, давайте сначала ознакомимся со статистикой на текущий момент. Ару на коне, конечно же, у нас лучший бомбардир за 27 игр, он забил 20 голов и отдал 8 голевых передач. И Мамед Юф практически наступает ему на пятки за 26 игр, 19 голов и 8 голевых передач. То есть они, в принципе, ровно идут эти ребята, очень-очень крутые ребята-ребят, очень крутые ребята-ребят, это, да, такая оговорочка. Гульфи Сигурдсен, 28 игр, 15 голов, 10 голевых. Я думаю, он вполне справляется со своей задачей атакующего полузащитника. Следом идет Де Йонг за 28 игр, 12 голов, 10 голевых. То есть, в принципе, с Сигурдсеном они вообще не отстает никто друг от друга. Кристиан Бентеки, 7 голов, 4 голевухи. Ну, пока, я бы сказал, не очень-то он меня радует своей результативностью. Он даже, смотрите, даже Сисок забивает у нас, у него, к сожалению, сейчас травма. Но голевухи он отдает нормально, 8 голевых передач до 35 игр. В принципе, он у нас сыграет в опорной зоне, поэтому довольно-таки неплохой результат. И Джоноби Микель, 5 голов, 4 голевухи. Ну, и дальше у нас уже идет... Ух ты, смотрите, Виктор Ланьяма, 12 голевых передач он отдал. И для ЦОПа это очень хороший результат, я считаю. 12 голевух за 28 матчей, суперский результат. Ну, ладно, там дальше у нас идут те, кто не очень у нас отличается. Те, кто просто для толпы у нас нужен. Итак, ребят, дебют, дебют в 6-м дивизионе. Давайте же попробуем сыграть первую игру. И у нас в составе Гульфи Сигурдса, Ноби Микель, Ваньяма. Так как у нас Сисока сейчас на больничном. И в нападении у нас Мамед Юф, слева Арнаутович. Ух ты, ребят, Арсенал Мью, это просто шикарно. Дело в том, что вчера как раз был матч между Мью и Арсеналом. И это будет просто заруба. Да, бразильцы, бельгийцы. В общем, АПЛ плюс бразильцы. Смотрите, Роха у него в защите. Миньолет тоже на воротах, как и у меня. И Вертонген, по-моему, у него еще тоже в защите. Схема такая интересная. Ну, давайте посмотрим. Нам нужно, я так понимаю, флангами здесь атаковать. Так, ну пока мы в обороне хорошо справляемся, он нам бы еще бы... Еще бы в нападении бы что-нибудь. Отлично, Кэмпбелл. Кэмпбелл. О, господи, что это за... Нет, 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 нет. Держать, держать, держать его. Аккуратно. Ой-ой-ой, Арнаутович. Арнаутович. О-о-о, уронили мужика. Пенальти, конечно же, уронили мужика. Не дали ему пробить. Я, конечно, не знаю, насколько там заслужено, но, по-моему, ему не дали пробить. По-моему, сбили с ног. И пенальти на 25-й минуте нам очень поможет. Так, так, так. Ну-ка, давайте-ка посмотрим на повтор. Дебущи. Я не знаю, он, мне кажется, споткнулся, как будто, знаете, на банановой кожуре. И я, если честно, сомневаюсь в целесообразности этого пенальти, насколько оно заслужено. Не хочется, как бы, левые пенальти. Ну, ладно уж. Поставили, так поставили. Нам же тоже много раз ставили левые пенальти. Ну, да. Все логично, все логично. Незаслуженное пенальти, и оно не забивается. Блин, да как так-то? Так, Арнаутович, давай дубль два. Ну, блин. Не долетел, не долетел. Ай, перехват, перехват. Давай, ну беги, беги, беги. Давай, давай, Сигурцент. Да, господи, ну что его так затоптали-то, как ребенка? Господи, что защитник-то так делал? Как так можно было центр потерять-то? Куда он делся просто? Да вы что творите-то? Господи, что защита у нас делает? Да у нас защита вообще ничего не делает. Они просто расходятся. Вы что творите, конченые дебилы, блин? Как так-то? Он вообще без проблем прошел. Просто через всех игроков. Через опорку. Через защиту. Ну! Ну! Хар! Да что за удар такой гейский-то был? Чего нельзя было по-нормальному ударить? Отлично, Сигурцент. Как ты не забил? Ну как ты не забил? Ну блин. Такая передача была. А он забивает просто с тупейшего прохода, блин. Давай бей! Надобивай они кто-нибудь. Какой ужасный первый тайм, ребят. Не забить пенальти, не забить два выхода. Практически один в один. А у этого идиота один проход и все, и сразу гол. Это в отместку, наверное, за то, что Манчестер Юнайтед вчера победила со счетом 2-1. И, наверное, даже незаслуженно победили. Потому что все-таки арсенал побольше давил. Ну ладно, что ж, ребят. Нельзя нам расслабляться. Давай, 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 Кэмпбелл. Кэмпбелл пошел. Расстрел. Черт. Защитник, ну выйди ты, господи, да что же вы делаете-то? Защита здесь вообще, что ли, не нужна? Юф. Отлично, дьюф. Выход один на один. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как, ну как, ну как? Как я не реализовываю такие вещи? Почему я не бил? Я хотел от вратаря уйти. Жадность меня погубит. Я хотел сделать стопроцентный момент. В итоге я запорол все, что можно было. Господи, не справляемся. Мы не справляемся в нападении. Да и в защите тоже чушки, блин, тупят. Нормально. Хотя в защите справляемся еще получше, чем мы действуем в нападении. Давай, 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 дьюф, дьюф, дьюф. Да, маме дьюф. 73-я минута, я знал. В прошлый раз надо было тоже так же тупо пробивать. Надо просто верить в маме дьюфа. Он забьет, он пробьет этого вратаря. Ну, отличная передача. Здесь на ускорение было на дьюфа. И под правой рукой вратарь не успел сложиться. Дьюф пробил замечательно. С левой ноги. Да, и здесь Миньоле так и не смог ничего сделать. А наш Миньоле радуется. Зеленый Миньоле просто крут. А я надеюсь, теперь правильно произношу фамилию этого вратаря. Многие жалуются, что ты делаешь. Что ты, шайтан, делаешь с ним? Давай, давай, Сигурсен. Сигурсен. Ну, блин, ударить. Ну, ай, ну он такой, он такой, как девочка. У него все забирают мячики. Ой-ой-ой. 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 Что ж такое-то, что ж такое-то? О, ну что ты между двумя не можешь пасту отдать? Защита, что вы делаете? Да как так? Ну как? Ну он просто проходит. Он просто одним берет и бежится спринтом. И все. И створ. Там вратарь вообще не нужен. Его просто нету на воротах. Господи, зачем там вратарь стоит? Он был даже ни разу до мяча не дотронулся. Ну что? О, жесть. Это жесть. Просто оббегает. Зачем там вратарь? Он ни разу мяч даже не потрогал. Что за бред, ребят? Просто играть вообще не умеет. Но при этом он выигрывает нас 3-1. Это фифа. Ну ладно, что ж поделаешь. Бывает такой он зеленый капитан, блин. Эль капитану. Эль дебилу. Кошмар. Все. 3-1. Просто у соперника. Три удара. Все три в створ. Три гола. У нас нет вратаря. Надо это чмо менять, блин. Когда у нас там уже выпадет хоть какая-нибудь нормальная, некриворукая тварь. Бернард. Три гола. 9 ударов. 7 створ. 1 гол. Три удара. Три гола. Шикарная фифа. Шикарный футбол. Шикарное начало в 6-м дивизионе. Ну что ж, давайте-ка еще тогда разок. У нас там уже, наверное, СИСОК восстановился. Так, ну вот мы поменяли, в принципе, опорников и защитника выпустили резервного. Ну и направо у нас Леном теперь встал. Более свежий. Левый фланг пока и нападение оставим такими же. Давайте попробуем. Спартак. Форма Боруссии. И кто же у него в составе? ФК Москва. 79 рейтинг. 54 сыгранность. Непонятно вообще, какой-то состав. Какой-то гибридище. Кубань. Шахтер. КПР. Или Кристал Пэлос. Это что это? Шальки. В общем, намешано со всех. Видимо, товарищ только пак открыл. И вот ему дали этих игроков. И он либо слишком хорошо играет, что набрал реально любимых игроков. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Просто Сисока лучше. Просто лучше. Хороший пас забегания и хороший удар с левой ноги. Вратарь абсолютно ничего не сделал. Кстати, кто у него на ворот стоит? Уже какая? Вторая минута. И Сисока забивает. Забивает просто замечательный гол. Он нам очень нужен. Нам нужна победа. Кстати, смотрите. У него смолинг в защите. И он там Юф радуется, бегает. Сисока радуется. Все радуются. Мы забиваем гол в самом начале матча. Это круто. На третьей минуте мы забили. А, это бегунок, да. То есть он вот так вот и делает. Он просто бежит. Ну, понятно. Очередной бегунок. Бега-дрочер. Пускай, пускай так и делает. Нам без разницы абсолютно. Мы будем играть в свой футбол. Хорошо-то как, Дьюф! Надо бить и забивать. У него Джохард в воротах. Хорош, хорош. На удар слабовато получился. Я нажал крученый. И Хард его потащил. Надо было на силу, наверное, пробивать. Так, давайте вот на дальнюю попробуем. Оп. Оп. Да господи. Ну, что это? Что не смог с... И даже не отбирает. Даже не отбирает мяч. Давай! Забивай! Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Угловой, угловой. Отлично. Отлично. Ну, там у нас... По-моему, кто-то из опорников прыгал. Очень здорово. Ваняма. И! Низом! Низом! Да что? И никто к мячу не подошел-то? Господи, ну что за такая дебильнейшая контратака? Втроем они. Ну, как так-то? Где у нас вся защита? Блин, ну что за бред? Фуф! Отлично. Ой-ой-ой, какой выход? Что ж там защитник помешал? Давай-давай-давай-давай, дьюф! Дьюф! Ну, ну, господи, ну у тебя мяч под ногами. Что ты делаешь-то? Почему ты... О, кривоногая ты чмо! Он просто берет мяч и бежит по флангу. С ускорением. И все. Защитники ни черта не делают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, хуф! Неужто Миньо Лед... Миньо Лед... Короче, Мигнолед, блин. Ну, так вот тебе буду называть. Неужто он что-то спас, да? Он спас наши ворота. Причем как-то коленкой вообще, то есть Абсолютно случайным образом Давай-давай, дьюф, ты можешь Ты можешь тоже вот так вот взять и по флангу Просто пробежать Зачем так далеко-то? На! Сисока, сисокушка Я не знаю, что это было за пас Нажал слегка пас назад на набегающих Атакующих полузащитников Он отдал куда-то вообще в центр поля пас Ну что за дегенерация-то, ребят? Ну что, зачем ты свистишь? Мы же в нападении, ну судья, ну имей совесть 5-4-2-1, владение одинаково Точность пасов у нас получше Ну что ж, я думаю, мы можем додавить соперника Давай-давай, наперед Ай, блин, на Сигурдце на пас-то не проходит у нас О, это-то пас Ой-ой-ой, уронили, уронили, уронили Пенальти, что, не было пенальти, что ли? Да ладно Не верю Ой-ой-ой, нахрен ты? Господи, миорец пас только На хрена он под кат пошел? Я вообще нажимал прессинг Блин, что за тупое управление Эй-эй-эй, я в Сайдже Уф! Вот это, вот это нам повезло Вот это он ворвался в нашу штрафную Жесть просто, ребята, меня это что-то напрягает Ой, ну опять вот никого И кто даже Кто даже Хорош! Забирай! Блин, даже кто Как бы за штрафной стоит, когда летит мяч Все бегут в штрафную На подборе вообще никого Защита Ну, очевидно же, что он там забегал Ну, куда центральный защитник убежал? да куда ну куда вот опорник стал почему он не встал тут господи это жесть это жесть но это должно было случиться просто дырявейшая защита дырявейшая защита почему опорник не встает туда куда мяч лить и почему сзади встает за пять метров 95 по ударам и во втором тайме ни одного удара не несли в створ соперника и это ужас это просто кошмар да что ну вы не можете пропихнуть то долбаный мяч кошмар душ дырявящая защита что она делает они просто рядом бегут кабул бежит рядом ли кто-то что за чмо-то высоко как тебя зовут то блин забываешь ну да ладно зачем ты свести что у нас же целый удар еще до судья ну все против нас какое ужасное поражение просто кошмар даже слов нет откроем наборчик что ли у нас уж есть на это деньги посмотрим может быть нам как раз какой-нибудь игрок-то здоровски и достанется и мы в следующей серии его и опробуем те кого я обманываю откуда здесь у нас хорошие игроки этих паков на пищу открыть правый фланг халявный правый фланг боженый столк сити теперь у нас в принципе есть полностью атака столк сити потому что потому что по моему у нас уже куча народу но я не знаю нам правый фланг принципе нужен у нас там два здоровских игрока поэтому уберем его в клуб и может быть потом он нам пригодится что ж ребята вот так вот печально мы закончим сегодняшнюю серию ничего нам не выпало ничто мы не выиграли ни одного матча это ужасно конечно но что ж я думаю в следующей серии у нас будет все гораздо успешнее мы выиграем хотя бы три матча на разыграем три матча в следующей серии и мы должны будем выиграть нападение станет кристин бентеки и будем коня выпускать я думаю на замену так что у нас все должно быть ребят здорово что подписывайтесь на канал своего пуха и всего хорошего пока пока гребаный ящик отцепись от меня гребаный я я чертов чертов ящик так ладно что у нас здесь есть интересно внутри я сумасшедший козел ой 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 я опнулся я не знаю тут за все дают опыт свалите на хрен